МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть у популярной французской писательницы Анны Гавальда философская притча «35 кило надежды» про 13-летнего подростка и про то, каким невыносимым может быть мир вокруг, пока ты сам не возьмешься за его переделку. Эту повестушку Гавальда написала за три года до рождения омской девочки Дарьи Кононовой. Сегодня 13-летняя Даша живет на окраине Омска, и в ней 35 кило надежды на то, что мечты ее сбудутся, а книги разлетятся по свету. Ведь Даша – писательница. Недавно вышел из печати сборник двух ее первых детективов «Тайна плюшевого мишки» и «Операция золотая панда». Я очень люблю запах типографских страниц, люблю держать книги в руках. Это совершенно другое, это как порталовые меры. Там есть философия, то есть это никак не для моих сверстников. Я всегда немного обгоняла их в этом плане. Дом. Наверное, единственное место, где от любви вырастают крылья. Место, где тебя любят даже стены. Дом – филиал рая в полуденном мире. По звонку мамы вышел Григорий, смуглый, темноволосый немец, лет сорока. Обняв как родную, дворецкий на руках занес меня в дом. То, что я увидела, заставило открыть рот. Проходы были расширены, по лестнице стекал пандус для инвалидной коляски, а все столы были опущены для моего удобства. «Ого!» – изумилась я. «А вы подготовились!» Конечно, чуть улыбнулась мама. После того, как я села в коляску с электроприводом и руками поставила ноги на подставке. «Лерочка!» – налетела на меня хлюпающая тетя Сеня. «Красавица наша! Кушать будешь?» «Тетя Сенечка, я чуть позже, сейчас наверх поднимусь». И я поднялась. А там, там Леська, Оська, Элька и Жабочка все разом налетели на меня с крепкими объятиями. На душе стало так тепло и умиротворенно, что захотелось петь. Петь не какой-нибудь Владимирский Централ, а позаимствовать голос у птицы из Эдемского сада и растянуть восхитительнейшую трель. Каждому герою моему есть что-то от меня. Это я читаю у каждого автора подобное. Что иначе герои получились бы бесплотные, то есть наигранные. Я хочу своим примером, примером своих героев показать людям, что ни в коем случае нельзя унывать, нельзя опускать руки. Потому что уныние – это отказ от победы. Я считаю, что смысл жизни в том, чтобы пройти испытания, которые возложены на нас высшими силами. Чем сложнее испытания, тем большего может добиться человек. Главное – выстоять. Но сколько людей, столько и мнений с размышлениями моих близких на эту тему, мы обязательно ознакомимся в будущем. Так сказать, посмотрим на мир их глазами. У Даши – ДЦП. Но за этой простой аббревиатурой прячутся разные виды детских церебральных параличей. А вот какой именно у Даши и как с ним бороться, никто не знает, потому что ни разу в жизни ребенка как следует не обследовали. Она лежала у нас в больнице в ГНЦ. Ну, для недоношенных деток. Три месяца она там пролежала. То есть три месяца я просто приходила так, виделась ее там, постою с ней чуть-чуть и уходила. Через три месяца, когда мы забрали ее домой, ну, как бы обычно дети в три месяца начинают держать голову, а она голову не держала. Ну, начали опять ходить по больницам. И в девять месяцев ей поставили диагноз ДЦП. На обследование больше ни на какое нас не отправляли. Мы, можно сказать, ну, до семи лет включительно, мы лежали в неврологии постоянно. Ну, то есть там каждые полгода мы лежали, проходили курс обкалывания. Один врач говорит, что вся проблема в шейном позвоночнике, ну, в шейном отделе позвоночника, так как когда я ее рожала, ее за голову потянули. Другой врач говорит, что все дело в голове, что у ней в голове не проходит импульс. То есть, ну, ногами-то она передвигает, она все чувствует, у нее нигде ничего не анимевшее, все она чувствует. Просто, что не проходит импульс. То есть она равновесие не держит. Ну, а кому верит? На что мне делать уклон? Мне больно за нее. И обидно, что она сидит дома. Откровенно говоря, при знакомстве с Дашей чувство жалости не возникает. Скорее, восхищение от того, что ребенок, которому с таким трудом удается управлять собственным телом, так успешно управляет своими мозгами и фантазиями. Возможно, Дашу в детстве поцеловала литературная фея. Или по какой-то другой причине. К восьми годам девочка обрела дар текста. Лет с восьми я живу не в этой реальности практически. Я постоянно в голове у себя что-то прокручиваю, что-то как-то переначиваю, перестраиваю. То есть я практически не зацикливаюсь на том, что есть в реальности. Я практически не показываю этого. Стараюсь, это мое личное, внутреннее. Не родителям, никому, либо я этого стараюсь не показывать. У каждого должно быть что-то, то, к чему он не должен никого подпускать. Иначе будет неправильно. Потому что мы это то, что мы скрываем. Наш особнячок находился в пригороде, у моря. Ехать до туда напрямую из школы 15 минут, но из-за наших разъездов мы заявились домой через 3 часа. Трехэтажный дом с джакузи на крыше величественно омывала мягкая бирюзовая волна. Мы с девчонками внеслись внутрь, а до Франции дворецкому Григорию. Гувернантка Есения Арсеньевна носилась по кухне, успевая и проверять яблочный пирог в духовке и жарить котлеты. Ой, девочки, здравствуйте, улыбнулась она. Бегите переодеваться, потом будем кушать. Спасибо, тетя Соня. Мы не голодны, уверяла ее я. А мама дома? Нет, Керочка, на репетиции. У них жезель ставят. Неплохой балет, высказалась Милка. Я бы сходила. Ты слушаешь аудиокниги? Да, я очень люблю. Если бы кто-то начитывал твою книгу, вот кто бы из известных, допустим, актеров это мог бы быть? Кому бы ты доверила? Михаил Назаренко. Это чтец, это литературный критик. Я читаю книги только в его начинке. Это единственный человек, которому я могла бы доверить. Читать свою книгу. По обычаю тех давних дней, странник верхом на гиппогрифе подъехал к бронзовым вратам града, обнесенного стеной. Я столь многое слышал о вашем городе, сказал он, оглядев местность. Но даже одна десятая часть его чудес, добавил он, следуя дивной и превосходной десятичной системе, не вместилась в рассказы. Честно сказать, я вообще не люблю читать книги. Это не мое. Потому что, когда я начинаю читать книгу, я засыпаю. Все. Я поэтому даже книги и не пытаюсь читать. Ну а тут, так как книга ребенка, я, конечно, начала читать. Книга читается очень легко. Я прочитала вот этот первый рассказ, я прочитала его вообще на одном дыхании. Ну, прям легко. Я, как мама, да, переживаю за то, чтобы она реализовала себя в жизни. Ну, почему? Потому что она не ходит. И мне бы хотелось для нее какую-то профессию такую, чтобы она могла сидеть дома и, ну, получать деньги, так скажем, ну, работать дома. Тебе нужны книги для того, чтобы зарабатывать деньги? Нет. У меня есть абсолютно все и даже больше. Мне нужны люди. Мне не нужны материальные средства и тому подобное. Благи. Мне нужно общение. Мне нужны люди, которые будут любить меня и мое творчество. Такие люди есть. Ее первые читатели, оставляющие восторженные отзывы на страницах соцсетей. Автор серии про Таню Гроттера Мефодия Буслаева, писатель Дмитрий Емец, с которым Даша изредка переписывается. Соратники по сайту фанфиков. Сейчас очень много юных авторов пишут свое продолжение, допустим, каким-либо книгам, фильмам, сериалам и прочим. То есть мы выкладываем это на специальный сайт, книга фанфиков. И вот там находим единомышленников. Это тренировочный жанр. То есть мы с этого начинаем, а потом уже идем дальше. То есть некоторые не идут дальше, они на этом останавливаются. И таких людей вот мне очень жаль. Когда только пишут по чужому, по уже готовому полотну. А свое ничего придумать не могут. Мне они, конечно, нужны. Я очень тяжело переживаю одиночество. У меня есть друзья, но они живут за тысячи километров на меня. В этом городе моего человека нет. Так скажем. Это не тот город. А как ты воспринимаешь Омск? Как временное место обитания, которое я покину после 18 лет. А где бы ты хотела жить? В столице. В какой столице? В Москве. В Москве? В Москве. Она здоровая, большая, огромная. Да. Да? И она прекрасна. Сложно осуждать человека с ограниченными возможностями и безграничной фантазией за то, что он пытается покинуть Омск, в котором ему так некомфортно. Можно наделить суперспособностями книжных персонажей, но у реальности свои законы. Чем старше она становится, тем больше она не любит взгляды вот эти вот. Вот на улицу даже ее вывести, вот лето, тепло, да, вывести на улицу – это проблема. Начнем с того, что просто нету пандусов даже элементарной. Если вот я, ну она же тоже человек, правильно, ей охота, она как любой ребенок любит походить по магазинам, что-то выбрать себе, а не просто сказать мне, мам, купи мне то-сё. Ей тоже охота зайти и посмотреть что-то, может быть, что-то захотела бы, что-то купила. А я просто элементарно не могу с ней зайти в магазин. Потому что магазины у нас, которые рядом, там сделаны пандусы просто, ну, узкие. Просто там ни одна коляска, там даже детская коляска, она не въедет по этим пандусам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На глаза мне попалось платье моего любимого фиолетового цвета. Я аккуратно взяла его, накинула сверху и подъехала к зеркалу. Ничего так. Прежде чем купить данную вещь, моя персона по старой привычке проверила ее на наличие пятен. Или еще чего похуже. Проверила и нашла дыру сбоку. Китай. 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 Я не надеюсь на то, что она будет ходить. Я не надеюсь уже, честно говоря. Потому что время прошло очень много. Ну, я знаю своего ребенка. Но мне хотелось бы, чтобы хотя бы руки у ней работали. Чтобы хотя бы она могла поесть. Потому что сидеть с ней дома я не всегда смогу. Потому что, ну, сейчас она станет старше, 18 лет ей будет. Что мне будет? Полторы тысячи платить. Как мы должны жить на эти деньги? А пенсия ее, она опять же будет уходить на ее лечение. Даша не похожа на девочку, которая всю жизнь собирается сидеть на шее у родителей. На деньги от продажи первой книги она купила ноутбук. И теперь пишет вторую. Это будет совсем другая серия. И по жанру, и по сюжету это будет абсолютно другая. Это будет фэнтези о космических королевствах. Субтитры создавал DimaTorzok